Надо начинать, как и все эти философские системы, с самого первичного. Мы живем во Вселенной, которая, и кстати, это очень вяжется с организмом человека, во Вселенной, которая живое существо. Организм тоже живое существо, и в нем живут клетки. И клетка сама по себе, это живое существо, которому организм дал место, дал питание, дал все, что надо. Так точно, вот этот организм Вселенная, нам дали все, что надо. И, грубо говоря, мы его называем Богом и так далее. У нас ум, ну, до отдельной клетки нам и дела нет вообще-то. Им заведуют, грубо говоря, кто-то ближе. Так точно и тут, грубо говоря, если силы какие-то святые или космические, это, они ограничены в основном Солнечной системой. Ну, возьмем крупнее, галактика. Ну, сколько этих галактик во Вселенной? Ахахаха! И нам что, Богу будет вот это дело, да как вот это? Да, ему-то будет дело, но не напрямую через каких-то посредников, которые заведуют галактическим уровнем, уровнем Солнечной системы, уровнем планеты Земля, которые все это отвечают. Так точно и здесь, я вот как-то для себя выяснил. То есть, живое порождает живое. Значит, вот эта Вселенная породила частицу, которая у индуссов называется атма. Атма-дух. Она, по-своему, будем говорить, возможностям идентична Вселенной. Она творец. И вот дальше интересно, для того, чтобы, как бы сказать, пройти какую-то свою эволюцию, вот, осознать или, может быть, стать самой Вселенной, она начинает, будем говорить, вот, делает, значит, будем говорить, атма, значит, это, делает своего носителя. Атма-будхи. Она делает своего носителя-будхи. То есть, он должен в чем-то носиться. Атма-это, да? Она вокруг себя рос. Будхи-это ее носитель. Далее, чтобы она действовала, нужны, нужно, будем говорить, нужно желание. Желание у них называется кама. И целый, грубо говоря, прибамбас желаний. И при всем этом желании, вот, мы смотрим на нас самих. Я думаю, мы там самостоятельно, мы что-то там делаем. Оказывается, нас побуждают через, ну, побуждение, это в переводе на латынь, там, инстинкты. И инстинкты отбрасывают, оно как-то мнение там. А нас побуждают. Побуждают главное побуждение. Самосохранение и есть, и чтобы у нас, ну, в жизни более-менее, мы этот дом был, там, грубо говоря, какая-то зарплата, которая нам... Пища. Да, все, что касается жизни, это самосохранение. Не будет одежды замерзнутой, не будет еды и это самое, не будет денег, ничего не купим там, да. Второе побуждение, вот, интересно, называют основной инстинкт. Побуждение к продолжению рода, я для себя объяснил, касается, это не только любви мужчины и женщины. Это забота о родителях, о детях, даже дружба сюда входит. Если вот этого побуждения у нас нету, или оно по-разному выражено, один, допустим, за дружбу там что-то там готово сделать, а другому за дружбу, да ничего не сделать. Один за родителей что-то готов сделать, другой ничего. Один за свою жену что-то готов сделать, другой там ни хрена ничего. Тогда, это за людей. Это уже начинает... Это ты для себя основной инстинкт выявил? Это я иду по побуждению, по... Не, 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 это ты сам выстроил себе. Это даже до меня было, а я еще, так сказать, углубился и до себя. Нет, кто углубил? Потому что если по Фрейду основной инстинкт, ты правильно его... Есть куча философов, которые не согласны с Фрейдом абсолютно. А что может быть как самосохранение основной инстинкта? Хорошо. Самосохранение, значит, основной инстинкт... Ну, а то пройдемся по побуждению. Что нас побуждает жить? Нас побуждает жить это... Самосохранение, продление рода. Далее. Каждое живое существо хочет быть лидером. Каждая ель. Я хочу президентом быть. Все. По большому счету. Ну, каждая. А может оно или не может, это другое дело. Ну, даже, Валентин, в семье вот рождается ребеночек, да? И он уже заявляет о себе. Я хочу то, я хочу это, я хочу это. Вот это уже к лидерству, да? Смотри, следующее, это побуждение к справедливости. Потому что каждый хочет быть лидером. И в конце концов, грубо говоря, пришел тут у тебя в кабинет и начинал порядок наводить. Ты говоришь, иди в свой кабинет, да там наводи. И я понимаю, это твоя территория, это моя территория, мы тут это самое. Да, к справедливости. И, наконец-таки, грубо говоря, пятое побуждение – это к творчеству. Вот надо что-то сотворить там. Вот именно, что хорошее слово – сотворить. Одни дачи, другие книги пишут. Третье там предприятие какое-то, четвертое, еще что-то, еще что-то. И смотри, побуждается. Да. И в зависимости от того, как эти пять, дальше вот я вот рассуждаю. Как эти пять побуждений выражены, формируются черты характера. Вот они, пять побуждений, и на них уже черты характера. Первая черта характера. Одному важны деньги, а другому так более-менее нормально. Ладно. Одного, чтобы обязательно там друзья были, или там жена была, или еще. А второму пофигу, там и жена, и друзья, и все это. Лидерство. Да и хрен с ним, это лидерство. Пускай там, грубо говоря, кто-то лезет там в депутаты и туда. А мне тут и так хорошо. То есть, потом, значит, справедливости. Ну, на справедливости многие там повернуты. Они там готовы, там, мир перевернуть. А третьим там, да, это нам. И, наконец-таки, творчество. Есть там где? Здрасьте. Здрасьте, можно? Сейчас. Я приехал. Ты куда? Нет, я приехал. Я понял, хорошо. То есть, есть за творчество. Они готовы тут, грубо говоря, картину писать. И забудут о семье, о друзьях. А во всеми, об еде тоже там. А во всем, да? А другим, это творчество и нафиг нужно там, что-нибудь такое, да? То есть, это уже черты характера. И теперь найти в чертах характера, и начинают вот эти эмоции играть, волновать нас. Кто-то раздражается, ну, кому-то там, ну, не нравится животному там, какому-то там, я видел, кота там без глаза. А он как ни в чем не было ходит, ластится и так далее. Человек без глаза, да он уже все, как, кому подойти, к женщине, особенно молодой, познакомиться или еще, он уже, он уже какой-то вот комплекс неполноценности. А этому коту без глаза, он там по кошкам бегает, и как ни в чем не бывало, понимаешь? Вот. Я разрушаю, а что они волнуют эмоции? Эмоции, откуда они вообще берутся? Эмоции, вот если взять вот этот вот уровень, значит, души, духа, да, атма, потом идет будхи, потом идет кама, желание, потом за камой идет только ум идет, один ум, ум второй ум, потом делается, грубо говоря, силовая установка, проническое тело, потом, наконец-таки, вот это вот эфирное тело, по которому строится. То есть эмоции, в любом случае, это наша же жизненная энергия, которую мы породили и которую мы окрасили в зависимости от черт характера. Это хорошо, это плохо. И она тогда, в этой же нашей структуре, за счет, вот, я считаю, за счет резонансных своих частот, она там, грубо говоря, ближе вот к тем мышцам, которые держат нас. И она тут только раз, раз, другой, третий, она, то, что должно нас, ну, держать нормально, но быть гибким, да, она настолько тут уже налипла, что она становится жесткая. И тут уже начинаются и спазмы, и боли, и так далее, и нехватка кислорода, и прочее, то есть несколько иной механизм. Действительно, одно и то же, боли и контрактура, спазм, да, то его можно так объяснить, можно так. И когда мы рассеем внутри, помнишь, там один случай говорит, я только раз сказал, разозлился, то есть, чтобы вот это вот отпустило, отпустило. Иногда там, согласно говорю, через два месяца боли прошли, и так далее. А иногда говорит, сразу, разозлился, что это тут так-такое. Она сразу отпала. Сразу отпала я без боли. То есть, вот такое вот механизм. Ну, что самое интересное, даже в лучшем варианте, после, так сказать, учения управлять своими, назовем, управлять своими эмоциями, да, боль до конца никогда не уходит. Потому что, в принципе, ну, они вот так вот остаются. Их немножко остается. На них главное еще не обращать внимания. То есть, не обращать, где дети, а потом они уходят. Потом уходят. То есть, это все-таки внутренне, осознанная работа над изменением своей собственной личности. Меняешь совсем другого человека. Более того, это, вот, мы только вот эту книгу рассуждаем. А есть куча знаний. Например, есть наблюдение врачей, когда, говорит, вот один и тот же человек. Это как-то у них называется, когда у человека в течение, допустим, ну, там, часа, двух, меняется несколько личностей. Вот только сидит Геннадий Петрович, раз, и он тут так. Значит, давление, то есть, все, пятое, десятое выражение лица. Роб говорит, только хоп, входит там Нина Михайловна. А она совсем по-другому. Давление скакнуло или, наоборот, опустилось, как это. Потом в эту же личность входит, там, другая, Валентин. Совсем другая, где там мои сигареты, где там что-то, это-это. Потом входит какой-то другая, она мне надо там выпить нафиг. А другой, что-то тут нескучно и так далее, понимаешь? И вся физиология сразу же меняется. Вот что интересно. И, наконец-таки, образные волевые настойки, которыми Сытин, которого ранило там в 18 лет, его там списали, как это, он себя восстановил. Но опять, да, возможности служить и так далее. То есть, ты тогда натягиваешь на себя всё это там такое, и, наверное, получаются очень интересные вещи. Ты можешь притянуть, ну, то или иное за счёт, вот, действительно, настройки своего сознания. Здоровье и нездоровье. Удачу. Вот, дело в том, что это всё, вот, всё где-то, мне было бы с удовольствием, если бы я где-то прочёл одну книгу, в которой всё собрано знания. Я имею в виду и Зелуда, и Серано, и индийскую, я не знаю, мифологию назовём, да, и наш Ветхий Завет и вообще всё, что касается нашей христианской религии. Всё, что касается Серано и этого самого, бух ты мой, как его, татарин, который улыбался-то, улыбался. Нарбеков. Нарбекова. Он татарин, да? Нет, он какой-то там, с востока там татарин. Ну, неважно, вот где-то всё в одно, вот, собрать бы, это была бы таблетка для людей, понимаешь, вот, на тебе таблетку, она тебя вылечит от всего. Ведь этого хотят все люди, да? Ну, это самое простое, да. Ну, хотя бы, вот, эти знания, как бы, вот, шук-шук-шук-шук. Это должен быть энциклопедический ум, либо это весь творческий коллектив, который должен руководиться одной целью, собрать всё это дело. И понимать. Кто-то грамотный должен обработать. Да, и понимать это, чтобы они не спорили между собой, я прав, я более прав, а я самый-самый правый. Иначе... Ну, будем говорить это. Но вообще эта тема, она очень, она бесконечна. Ну, бесконечна. И вот я, со своего опыта, лучше всего, конечно, говорить, вот я по ней иду, и потихонечку будем говорить, ну, ты меня знаешь с самого детства, я тебя знаю с самого детства. Это, кем мы были, кем мы жили, да, и потихонечку, грубо говоря, обросли там, как некоторое, бабло и так далее, и того подобное. То есть, что-то собрали. Что можно уже показать. Хреново туча людей рядом с нами были, ничего не собрали, а некоторых уже вообще нету. Ну, много, я считал, ты знаешь, посчитали, вот сколько у нас, вот, наших ровесников, скажем, с тем, с кем мы росли, да, сколько их нету. 50% нету. Уже больше, чем 50%. Вот, так что, вот такие вот вещи. Вот, я говорю, вот, действительно, достигну вот такого возраста, ты понимаешь, насколько жизнь интересна, насколько в ней много возможностей, но это все надо как-то знать, все это. Когда ты знаешь, тогда, получается, интересно все это делать. Плод до того, что даже там молодить свой собственный организм. Одно дело моральные в ванной, другое дело, допустим, особый там настрой. И все такое. Да. Медики говорят, что скоро будет таблетка. А, таблетка, да. Надо от всех не думать. Умом подумать, да.